Итак, всем привет! Меня уже представили, меня зовут Александр, в Ламоде я руковожу одним из направлений разработки. И сразу такой небольшой дисклеймер про этот доклад. Когда я подавался в прошлом году, я назвал один из своих докладов «Трудно быть колей». И спустя какое-то время мне написало приблизительно 5-7 разных Николаев, большинство из компаний Ламода, с вопросом, не пронихли доклад. И это вызвало у них серьезный стресс, потому что, ну а вдруг я что-то вынес на публику. Разумеется, это было не так, это был некий собирательный образ, на примере которого я рассказывал какую-то историю. Когда я подавал заявку на этот доклад, я решил снова взять такой повествовательный инструмент, некоего персонажа, и я назвал его более, как мне казалось, уникальным именем «Донат». И те, кто смотрел тезисы доклада, возможно, видели это. Спустя неделю после того, как доклад появился в программе, мне пришло письмо на почту, типа «Александр, добрый день, не подскажете, а как вы выбрали тему для доклада?» С уважением, «Донат» и «Фамилия». Тут я понял, что нужно что-то менять, и после общения с программным комитетом донат был немножечко зарублен, поэтому канва повествования немножко поменялась. Ну а теперь перейдем к сути. Во-первых, насчет того, кто я. Это уже не про представиться, я хочу объяснить, почему, по моему мнению, я имею право говорить о проблеме анбординга и о том, как это делать лучше. Дело в том, что в Ламоде я уже работаю 4 года, и за это время неоднократно собирались и пересобирались с моим участием разные команды. Был активный хайринг и разработчиков разных грейдов, и архитекторов, и тимлидов, и QA, и каждого было необходимо каким-то образом адаптировать к тому, как у нас все устроено. Мы менялись сами, мы меняли практики анбординга, собирали разные шишки. И кажется, что сложился такой своеобразный фреймворк, который помогает делать это качественно, и часть его это какие-то мои инициативы, часть то, что в целом сложилось в культуре компании, что-то из этого делает наш IT-рекрутмент, HR-департамент и так далее. И о, собственно, проблемах, которые связаны с анбордингом, о том, что это и как эти проблемы можно решать, я как раз расскажу. Вопрос, который, как ни странно, возник, когда я впервые говорил об этом докладе, это кто и что понимает под анбордингом. Я характеризую идею так, что это не только испытательный срок, а это в целом некий период времени, в течение которого новый человек адаптируется к работе в компании, к тому, как все принято, и постепенно выходит на некую свою, скажем так, пиковую мощность, продуктивность и начинает уже развиваться дальше. В принципе, анбординг в рамках этого доклада будет рассматриваться именно новых сотрудников, хотя, опять же, существует и отдельная история с анбордингом человека, который просто перешел на новую должность. Например, стал тем лидом, или вот как мой коллега дирекшн лидом и так далее. Каждому нужен свой анбординг. И, казалось бы, в чем проблема? Ну, наняли мы какого-то чувака. Наверное, он пообщается с командой, получит какую-то задачку, сходит с кем-то на обед, где-то что-то факапнет, зарелизит, в общем, постепенно сам разберется. Типа, можно, наверное, забить. Но я верю в то, что это не так. Допустим, что новый сотрудник устроился к вам в компанию, пришел на работу, и сейчас его будут анбордить, что-то будут с ним делать. С чего-то нужно начать. И, как правило, все начинается с ожиданий. К примеру, когда приходит некий джуниор, все, в принципе, заведомо настроены на то, что его придется учить. Придется рассказывать, как что-то делать. Придется прокачивать его хардскиллы, объяснять ему, каким образом все построено в вашей конкретной команде, и нет расчета на самостоятельность. Тем временем, когда приходит синьер, ситуация немножечко другая. Кто когда-нибудь нанимал себе синьеров? Можете поднять руку. О, прикольно. Мне тут недавно, кстати, задали красивый вопрос ребята из ПК на Олечконф. Типа, а нанимаем ли мы сейчас джунов? И мы понимаем, что довольно редко, и возникает следующий вопрос, а где джу нам учиться, если всем нужны сразу синьеры? Вот здесь сейчас куча людей подняла руки, так что кажется вопрос актуальный. Так вот, от синьера часто ожидают, что он придет и сразу все затащит. Он же такой шерстяной волчар, он все умеет, хардскиллы отличные, с коммуникациями все здорово. Сейчас он во всем разберется и уже через две недели будет прям топ-перформером в команде. Но, как мы понимаем, нет. Возникает вопрос, кто, собственно, затащит его, кто покажет ему, как все устроено и зачем все делается. Это один из первых вопросов, на которые я постараюсь ответить и продемонстрировать наш подход. Собственно, затащит ли его ваша идеальная документация? У кого документация идеальная? У меня нет, я руку поднял. Есть руки? Меня радует самоуверенность некоторых людей. Классно, если это так. У нас не так. Она совсем не идеальная, какой-то документации нет совсем, какая-то не супер актуальна, какую-то пишут кей, какую-то разработчики, какую-то никто. И вряд ли человек сможет прийти в команду, открыть, скажем, конфлиенс, вики, что угодно, и по ней понять, откуда что спулить, как получить какие доступы, полностью разобраться и в устройстве компании, и команды во всех практиках и всем остальном, и, в общем, получить все знания оттуда. Все равно нужен будет кто-то. И так уж исторически складывается, что обычно этот кто-то темлит. И темлит может быть занят. То есть может быть получиться так, что он куда-то отошел, или его сбил автобус полной встречи. В общем, что-то произошло такое, что он не может в данный момент с сотрудником общаться. И документация недостаточно полная, человек оказывается в одиночестве, потерян и не может получить ответа на свои вопросы. В общем, темлит в целом не резиновый, и его день выглядит довольно специфически. Наверняка многие из тех, кто открывает свой календарь, видит в нем кучу долбанных таких прямоугольничков синего цвета, если вы используете гугловый календарь, и от них становится больно, потому что день порублен на разные куски, и вы не можете постоянно уделять время новому сотруднику. Хочется при этом, чтобы этот самый новый сотрудник в все процессы, в новые для себя знания и так далее погружался как можно быстрее, чтобы быстрее начать переносить value бизнесу, но чтобы это происходило плавно, чтобы не было больших пробелов, таких чанков времени, в течение которых ему не с кем пообщаться. И для этого можно запилить разные программы. У нас назвали, ну не Камрад, на самом деле Бадди, а систему, которая позволяет внутри команды иметь кого-то, кто будет помогать. Поясню, что имеется в виду. Как угодно можно назвать, лишь бы она работала. Мы съели некоторое количество шишек на этом вопросе. Раньше была система под названием Большой Брат, Биг Бразер, Биг Систер. Предполагалось, что люди, которые работают в компании более полугода, могут бы участвовать в такой системе, что они добавляются в пул таких больших братьев слэш-сестер, и когда выходит новый сотрудник, в первый день его кто-то подхватывает, ведет пить бесплатный кофе, пить тортик и вот это вот все, и ему рассказывают какие-то базовые бытовые вещи. Как ни странно, в идею программы на том этапе заложили мысль о том, что этот человек, Большой Брат, должен быть из другого департамента, чтобы дать человеку некий независимый взгляд на то, как устроена компания, и в дальнейшем, в ходе работы человека, у него был бы контакт с кем-то из другого департамента. И это могло бы помочь ему решить какие-то вопросы, которые он, скажем, не сумеет решить со своей командой или непосредственным руководителем. Но что-то как-то оно не взлетело. В основном из-за того, что, например, не было достаточно точного планирования, то есть человек мог выйти, а свободных больших братьев или сесер для него нет. Допустим, моя встреча подобного плана произошла через месяц работы. Звучит немножечко странно, и в итоге я своей, так сказать, big sister рассказывал что-то, а не она мне. Уже звучало дико, и больше мы с ней никогда не контактировали, хотя и я, и она работаем в компании до сих пор. В общем, правда в том, что процесс приходится делать абсолютно из всего, и если бы Big Brother был поставлен на некие рельсы, и все случалось бы с каждым новым сотрудником гарантированно, было бы лучше. Но все равно оставался момент некоторой бесполезности, вызванной тем, что общаются люди из разных департаментов. И кроме каких-то базовых вещей, типа, где служба поддержки, где туалет, где получить зарплатную карту, в общем, ничего больше толкового получить не получается. Так вот, в итоге сейчас запустилась новая штука, это была инициатива, по большому счету, IT-рекрутменты HR, система BADDI. Это человек, BADDI, который находится внутри команды, то есть он понимает, с чем придется работать. В крайнем случае, если нет свободных, это кто-то из команды соседней, работающий примерно с этими же системами на том же технологическом стеке. Это тот, чье время заранее выделяется, с тем, чтобы новому сотруднику помогать и тем самым саппортить тем льда, который может быть загружен или отсутствовать. Тот, кто будет готов отвечать постоянно на все вопросы, при этом будет регулярно с человеком встречаться, обедать, стараться делать это максимально неформально, но все-таки быть полезным. Время его будет каким-то образом зафиксировано и учтено, скажем, в капасти спринта, что, например, первые месяцы работы сотрудника какой-то процент от человека в команде будет отъедаться на вот эти онбординг-активности. При этом поощряется идея постоянного фидбэка между ребятами, то есть Бадди сам относит, скажем, в рекрутную информацию о том, что да, человек здорово адаптируется, все хорошо, или есть какие-то проблемы, может, в принципе, контактировать с тем лидом, плюс получает обратную связь от самого нового сотрудника, если тот обращает внимание на то, что что-то идет не очень хорошо. То есть все эти люди в итоге общаются на регулярной основе и стараются своевременно подхватывать возникающие проблемы. Плюс для Бадди есть мотивация, то есть не только какая-то идеологическая, что он вырастет себе классного чувака в команде, но и постепенно появляются разные плюшки. То есть если мы начали с каких-то свитшотов, дальше мотивация может склоняться либо в финансовую сторону, либо неявным образом проявиться на перформанс-ревью, который мы практикуем. То есть если разработчик в команде успел сделать то, что от него ожидали, выпустить новые фичи в продакшн, сделать какие-то проекты и так далее, и еще факультативно поучаствовал в такой штуке, как Бадди, и все равно успел сделать свою основную работу, это круто, это значит, что он претендует на высокую оценку, а значит потенциально и на всякие рейзы, промоушены и так далее. Это часть мотивации. Так вот, в отношении процесса анбординга всегда есть момент, с чего начать. И часто бывает так, что когда человек собирается устраиваться на работу и видит описание вакансий, там куча каких-то базвордов и разного булшита, где многое может быть описано про процессы, технологии, но там есть маленькая надпись, которую, скорее всего, никому не удастся даже на первых рядах прочитать, она про бизнес. Чем занимается компания? Кто представляет, чем занимается конкретно ламода, например? Прикольно, довольно многие. Раньше мы все доклады начинали с того, что это интернет-магазин, сервис-провайдер и так далее. Сейчас более-менее в IT-индустрии всем уже вроде стало понятно, мы это скипаем, но детали бизнеса, его цели, боли, задачи, успехи и провалы совершенно не очевидны, и нюансов того, что нужно будет автоматизировать, человек на самом деле на старте не знает. И это первый момент, который хочется пофиксить. Собственно, какие есть способы решения? У нас есть такие встречки, как induction. Это встреча, которая случается с человеком буквально в первую пару недель работы. Встреча большая, она раньше занимала вообще целый день, сейчас ее постарались порезать и сделать более эффективной. На нее приходят все новые сотрудники, независимо от того, в какой департамент они вышли. Будь то IT, бухгалтерия, даты аналитикс, что угодно. На этой встрече приходят представители разных департаментов и рассказывают о том, а зачем вообще конкретный департамент в компании существует, какие задачи бизнеса решает, какие были успехи и провалы в недавнее время, куда мы вообще движемся и какие челленджи вообще перед нами стоят. Соответственно, у человека за счет этого постепенно формируется представление о том, куда он попал, ради чего он будет писать код. Не просто некие буквки, цифры и задачки, а что он будет автоматизировать. Забавный момент, то что эти встречки иногда бывают полезные для тех, кто давно в компании работает, потому что бывает, что появляются новые департаменты. Бывает, что люди работают в рамках своей команды и не представляют, кто вообще все эти люди, которые приходят на какие-то пятничные тусовки, то есть тысяча человек в офисе, а айтишечка вроде треть от этого. Такие встречи позволяют понять, чем вообще занимаются другие люди в компании. После такой встречи новый сотрудник начинает примерно понимать, зачем вот это все, откуда берутся деньги и куда движемся. Характер вопросов меняется, хочется уже больше конкретики про то, чем будет делать, чем дышит конкретно IT. Поэтому следующая встречка, которая случается, следующий этап онбординга, это IT-онбординг. Эта встречка примерно такая же, она меньше по масштабу, потому что туда приходят только те, кто устроился работать именно в IT, это могут быть и менеджеры, и M-продукты, и QE, и разработчики, в общем, все-все-все-все. И тут уже речь пойдет про детали того, как именно живет и чем дышит IT. В общем, на самом деле, ничего общего с индукшеном, кроме того, что это часть процесса онбординга. И оттуда новый сотрудник в итоге узнает о том, собственно, каким образом айтишечка работает с точки зрения процесса, железок, к кому с чем можно обращаться, какова история вообще департамента, это бывает важно, нюансы, связанные и с разработкой инфраструктуры, в общем, это такая встречка, то есть, видно там на 40 минут, на час, где максимально подробно стараемся все эти вопросы осветить и ответить на возникающие какие-то непонятки. Дальше, еще интересный момент, случается встречка, не ориентированная на самом деле на новых сотрудников, называется IT-гэзеринг. Про нее я неоднократно рассказывал в других докладах. Мысль этой встречи такая, что собирается все IT, кто хочет в оффлайне в конкретном помещении, кто хочет подключаться на трансляцию. Идея гэзеринга в том, чтобы раз в квартал рассказать IT о том, куда мы, собственно, пришли, что у нас получилось, что мы запустили, что поменялось и организационно, и в плане техники, и какой у нас план на квартал следующий. Интересно то, что новые сотрудники, которые попадают на эту встречу, в данном случае не выделяются спикерами, как новые сотрудники. То есть они находятся в общей массе сотрудников IT и, по сути, с ними говорят на равных. То есть не все они могут понять, и у них формируется то, что я называю абстрактным чувством такой причастности, то, что я ничего не понимаю, но я уже явно часть команды, и мне рассказывают, как бы, что тут происходит. И это влияет определенным образом на мотивацию и погружение в такой дух и команду IT. Еще один момент звучит, наверное, немного агрессивно. Действительно, нового сотрудника везут на склад. Есть те, кому это суперполезно. Это порядка трех команд, ребята, которые занимаются автоматизацией склада. И подобного рода поездка – это их возможность увидеть своими глазами, каким образом разработка в IT влияет на реальный мир. То есть автоматизация работы конвейеров, замерщиков объема, подсчета оптимальных маршрутов бегания сотрудников по складу и так далее. Все это можно посмотреть своими глазами, поучаствовать в экскурсии на подмосковном складе, и это довольно интересно и познавательно. И охватывает большой кусок бизнеса. Кроме этого, у человека есть возможность сгонять на фотостудию и посмотреть, каким образом генерируется контент для сайта, как заливается, обрабатывается и так далее. Главное – не доставать моделей. И еще один интересный момент, который регулярно практикуется, раньше был только в Black Friday, сейчас есть и другие опции, это возможность побыть торговым представителем. У нас есть такая внутри поговорка «не курьер и не водитель, а торговый представитель». Мысль в том, что у нас не просто курьеры, а гораздо более интересные ребята, и можно побыть таковым. То есть, прямо сесть в машинку ламода и вместе с водителем, соответственно, съездить, побывать в квартире у покупателя, передать ему вещи, принять оплату и так далее. И это прям важная составляющая нашего бизнеса, это то, к автоматизации, чего прикладывают руку большинство сотрудников IT, так или иначе, на это посмотреть живьем, потрогать руками действительно полезно. Возникает вопрос «когда?». То есть, кажется, что я перечислил кучу каких-то затяжных, больших встреч, поездок, активности, общения с бадди и все остальное, не очень понятно, когда работать. Эти вопросы, наверное, должны возникать у темблида, у команды, у бизнеса, который платит за нового разработчика и так далее. Думаю, что и у кого-то здесь такой вопрос тоже возник. Собственно, момент в том, что на период испытательного как минимум срока, если мы говорим о разработчиках и QA, всерьез мы пробуем рассчитывать только на половину рабочего времени. То есть, в случае с двухнедельным спринтом, скажем, на 40 часов. Потому что все остальное будет съедено анбординг-активностями, процессом погружения, переключения и подобного рода вещами, и только оставшиеся 50% каким-то образом планируется в спринт. И уже только начиная с завершения испытательного мы рассчитываем, что человек будет работать в полную силу. Хотя, это не точно. Интересная практика, которая помогает человека довольно хорошо ускорять и погружать в процессы, в бизнес и в технику, это история, которая сработала впервые, вот конкретно у меня в прошлом году, когда пришел новый человек, синер, довольно активный, с кучей разных вопросов. Они были у него разбросаны по рабочему дню, и это прям вгоняло в депрессию, потому что нужно было постоянно на них отвечать, а работать было особо некогда. Мы перешли с ним на такой специфический формат, который оправдал себя. В начале каждого дня у нас случалась встречка, приблизительно мы ставили ее на час, иногда укладывались быстрее, на который он приходил с оформленным списком вопросов, последовательно их задавал про бизнес, технику, процессы в команде, получал полный список ответов и уходил на свой рабочий день с багажом знаний, осмыслением, шел копать дальше, формировал новые вопросы, и на следующий день с утра мы, соответственно, эту итерацию повторяли. Другие темы здесь не поднимались, то есть это не замена персонал-митингом или Антуаном, как мы их называем, это именно история про то, чтобы по максимуму ответить человеку на вопрос и отправить его погружаться в проблемы дальше. При этом в период именно вот этого анбординга, какой бы срок вы ни считали, пускай мы будем сейчас говорить в основном об испытательном, важна именно история с персональными встречами, которые обязательно должны быть регулярными, чтобы человек понимал, что это осознанный и осмысленный процесс. На период испытательного срока, как правило, встречи один на один практикуются чаще, чем раз в две недели с уже опытными сотрудниками, а допустим, каждую неделю. И на них постепенно обсуждается множество вопросов, мы сейчас к этому придем, в частности, трекинг прогресса, то есть как человек вообще адаптируется и все ли у него идет хорошо. Причем удобство в том, что многие часто забывают, что встречи один на один не обязательно должны быть в формате, что там темлид сел, выгрузил в человека обратную связь, рассказал какие-то новости и ушел. Классно, если эти встречи работают в обе стороны, потому что для темлида приход нового человека это в действительности свежий взгляд на ту шляпу, которую вы развели у себя в команде. Новый человек может увидеть, что какие-то процессы не работают или не подходят, может привнести какой-то свежий взгляд. Допустим, недавно пришедший в одну из моих команд и сказал, что, ребят, у вас бесполезная оценка в часах, можем попробовать принести стори-пойнты. Я был на прошлой работе заодно с крам-мастером, давайте я вам сейчас все расскажу. Посмотрел, предложил, начали что-то с этим делать. Не стоит, скажем так, забивать на эту часть, стоит собирать с человека обратную связь о том, что он видит, придя в компанию снаружи. И получить такую обратную связь бывает очень непросто из-за наших историй с менталитетом. То есть, у многих часто бывает так, что тимлит — это некий Василь Петрович, такой стрёмный начальник, который вроде как рулит командой, и к нему отношение не такое, как к остальным коллегам в команде. То есть, его немножко боятся, ему не всё могут принести, особенно если обратная связь некая отрицательная. И я пропагандирую мысль о том, что тимлит — это совершенно не обязательно какой-то начальник. Это просто некий человек в команде, у которого есть, да, больше прав и полномочий, он больше на себя берёт. Серьёзность его позиций вызвана тем, что у него больше каких-то обязанностей. Он не успевает разрабатывать, как правило, бизнесовые какие-то штуки, но он двигает команду вперёд, он старается быть наравне со всеми, просто всех направляет и помогает развиваться. И если подобного рода отношение к тимлиту удается сформировать, то и обратная связь уже на период испытательного срока и далее становится более открытой, искренней, простой. И нет вот этих затыков с тем, что можно сказать, а про что лучше промолчать и, в общем, тихонечко грустить, а потом уволиться. Тем временем, с человеком проходят, в общем, все эти прекрасные активности, у него есть и бадди, и эти регулярные встречки, персломитинги, всё замечательно. Но у него появляются другие важные вопросы. Например, что вообще от меня ждут? То есть, вот я некий там, скажем, синер-девелопер, я пришёл, наверняка есть какие-то ожидания от того, как я буду работать. Например, сколько у меня есть времени на то, чтобы вкатиться, во всём разобраться и стать как бы по-настоящему производительным, приносить value бизнесу. Вопрос на самом деле важный, потому что если на него нет ответа, то это начинает порождать стресс. То есть, если у человека есть непонимание, когда он должен начать прямо фигачить, то это отвлекает его от рабочего процесса. Не всем проговаривают, не всем очевидно, каковы вообще условия прохождения испытательного. Есть дефолтная история, типа, чувак, три месяца, делай задачки, успеешь сделать, всё будет хорошо. Чем больше объективных, где-то отмеченных критериев, за исполнением которых человек следит, тем больше шансов, что он не будет отвлекаться на это всё и будет действительно в полную силу работать. Ещё один вопрос, который возникает, это кто вообще все эти люди? То есть, рядом вот стендап у какой-то команды 20 человек, там такие круговые танцы, что они там делают, вообще непонятно. Было бы здорово понимать, к кому с чем можно обратиться и иметь какой-то источник полезной информации. На этот вопрос тоже классно, если новому сотруднику кто-то ответит. В общем, нужна именно определённость, чтобы испытательный срок не сильно отличался от дальнейшей работы и чтобы не возникало сомнений насчёт того, останется ли человек в компании. Для этого есть инструмент, который себя чем дальше, тем лучше показывает. Простейший чек-лист, то есть конкретно мы его ведём в конфлиенс, например, можно где угодно, лишь бы он не потерялся. Его идея в том, что там перечислено на старте процессы анбординга, всё, что человеку нужно освоить, то есть это могут быть любые истории формата, понять, что отображается на графа на борде. У нас просто был кейс, когда технический директор прошёл по этажу и рандомных разработчиков спросил, типа, а что вот на этом графике? Ребята такие, вот, было, в общем, довольно неуютно, поэтому обычно мы стараемся подобного рода справочную информацию людям обязательно грузить уже на старте. Так вот, перечисление всего, что нужно освоить и почитать, со ссылочками всем остальным. Если нужны какие-то обязательные активности, в которых человеку надо поучаствовать, они там должны быть отмечены, список необходимых доступов и, разумеется, задачки. Задачки на испытательный срок, исполнение которых позволит нам судить о том, насколько человек вообще подходит, исправляется и насколько он уместен на своём грейде. Этот срок, срок, на который рассчитан такой список, он может быть на самом деле любым. Можете решать, то есть чек-лист удобно использовать и для развития сотрудников, и для анбординга на новые должности, но мы сейчас пока говорим об испытательном, поэтому остановимся на этом. Самая большая проблема, которая возникала неоднократно и у меня, и у многих новых сотрудников, это выбор задачек на испытательный. Можете поднять руку, у кого в рамках испытательного ваши задачки, которые вы когда-то делали, наверняка такое было, уехали в продакшн. Окей, вас не половина. Собственно, что я хочу сказать. Здорово, если задачки, которые человек получает на испытательный срок, можно приблизительно описать такими следующими поинтами. Во-первых, понятен definition of done, то есть в каком случае задачка считается завершённой. Даже если человек синер, здорово всё-таки на старте, когда он только адаптируется, ещё ничего не понимает, описывать задачи предельно понятно, как для джуна. Что мы хотим сделать, что хотим поменять, какие у нас критерии. Из серии добавилась функциональность, покрыта тестами, докинуты там какие-нибудь метрики мониторингов и так далее. То есть, чтобы был чёткий список, по которому человек может быть уверен, что задачку он завершил. Классно, если задачка не будет лежать мёртвым грузом, потому что есть прекрасная практика, когда человек выходит, к его выходу никто не готовился, тимблит в запаре, засунул задачки из дна технического бэклога, которые никому не нужны, чувак их задевелопил, прошёл тестирование, дальше кое-как, в общем, это потестили там деф-тестом, авто-тестом и чем-то ещё, а потом её никто не собирается катить, потому что её делать-то никто не собирался. То есть, это такая задача ради задачи, чтобы человеку просто освоиться там с кодовой базой и какими-то основами процессов. Как правило, это провал, потому что есть ощущение того, что человек сработал в стол, в первую очередь у него самого. Классно, если задачка вообще выполнима. Часто бывает так, что из-за этой же проблемы, что что-то берётся из, скажем, дна технического бэклога, задачки оказываются недописанными, не прошедшими, не знаю, банальную какую-то техническую аналитику, и сделать их, на самом деле, может быть, нельзя. Вы хотите, вот как у нас там BlueCase, обновить проект на первом ZENDA, прости господи, до PHP 7.4. Они несовместимы, и человеку это делать в итоге нужно несколько месяцев, форкать первый ZENDA, всё плохо, покрыто нехорошей субстанцией. В общем, задачка должна быть действительно подготовлена и не должна быть заблокирована другими командами, ещё какими-то особенностями. То есть, если человек начал её делать, то там с какой-то консультацией и прочим, он точно должен мочь её завершить и довести до продакшена. Ещё один интересный момент по поводу подбора задачек на испытательный, который клёво выстрелил в прошлом году, это когда пришёл этот же синьор, о котором я говорил раньше, начал задавать кучу вопросов, показал, что у него довольно всё хорошо с софт-скилами, с тем, как он мыслит, как он смотрит на проекты, и стало очевидно, что его синьористость, она вот прям хорошая. То есть, что мы увидели на собеседовании, он не пытался себя как-то невероятно продать, вот он действительно такой. И кажется, что, исходя из того, как он общается, как он сделал свои самые первые задачи, ему можно доверить больше. Ему можно дать то, что мы обычно даём синьором, уже более опытным, давно работающим в компании. Например, в этом случае это было техлистство небольшого, но важного бизнесового проекта. Конечно, тут есть риски, но проект, который я, допустим, дал человеку, он был очень важным для бизнеса, но сроки его были сравнительно туманными. То есть, было понятно, что на его выполнение нужен где-то месяц, а запуск через 3-4 месяца. То есть, даже если человек по какой-то причине в итоге зафейлит, мы где-то ошиблись, и он не может выполнить эту задачу, мы успеем её даже в чистом виде, как будто её никто не выполнял, передать другому разработчику, и проект мы не зафакатим. Потеряем время, условно. Так вот, в итоге здесь было хорошее попадание, то есть, этот синьор взял в себе ответственность техлида этого проекта, несколько недель разбирался в том, как всё устроено по бизнесу, как это отражается в технике и проектах, вынес мозг к соседним командам, нарисовал, как всё будет работать, задевелопил, всё это протестили, и оно запустилось. В итоге получилось комбо, потому что мы проверили его как синьора, мы проверили его способность быть техлидом, и вообще наличие каких-то лидерских качеств и самостоятельности, и чтобы было совсем хорошо, он заодно, по сути, заработал себе ачивку для грядущего перформанс-ревью. И она звучит не просто, как синьор сделал проект, кажется, что для синьора это норма. Он успел сделать проект, будучи на испытательном сроке. Это определённо, я думаю, вы согласитесь, даёт какой-то коэффициент и буст, потому что он вроде не должен был быть к этому готов, но справился. О таких кейсах не стоит забывать и смотреть внимательно на людей, кастомизировать задачки. Есть, конечно, другие моменты про испытательный срок, в частности, то, что иногда, да, не суперчасто, но случаются такие кейсы, когда на финале испытательного всё-таки не односторонне принимается решение, а человек за, скажем, эти условные три месяца успел посмотреть на то, какова вообще атмосфера в команде, какова культура разработки и общения, что происходит, насколько ему всё это близко, и он тоже принимает решение, хочет ли он остаться. Об этом всегда стоит помнить и работать в этом направлении на персла-митингах. Момент, который всё время человека будет тревожить после того, как он увидел впервые свой чек-лист, увидел все задачки, почитал, согласен с ними и так далее, это каким образом всё успеть. Ведь у него куча этих встреч, у него есть, кроме задачно-испытательные, и какие-то обычные рядовые и так далее. Опять возвращаемся к той же истории с чек-листом. Он не просто так был написан, в нём проставлены какие-то отсутствующие галочки и всё остальное. И он не просто лежит и гниёт. Он постоянно актуализируется на каждой встречке, каждую неделю. Каждый новый шаг, каждое движение, полученный доступ, выполненная задачка и так далее, отмечается в чек-листе, фиксируется с датой, когда этот апдейт произошёл, и у человека есть постоянное ощущение движения вперёд. А у нас есть понимание того, с какой скоростью, с каким темпом он движется и всё ли хорошо. Если не актуализировать, тогда, собственно, беда, гроб, торфяной пожара. Мы приходим к тому, что в финале испытательного какие-то задачки потерялись, отвалились, какие-то заблокированы, что-то не сделано, и непонятно, как вообще оставлять человека или расставаться с ним, и он, соответственно, тоже в состоянии стресса, скорее всего. При этом я лично верю в то, что очень полезно на период испытательного не забывать про саппорт. Раньше мы совершали классную ошибку, мы никогда не давали саппорт людям, которые не отработали испытательный срок. И это приводило к тому, что у человека, допустим, 11 февраля испытательный срок кончился, и 12 ему, чувак, а ещё у нас есть саппорт, держи. И происходит эффект такого удара, то есть он не видел, что такая активность вообще есть в его должностных обязанностях, где-то ещё. Он с ней сталкивается, и его работа после испытательного начинает сильно отличаться от того, что было в этот первоначальный период. Это не очень хорошая практика, но главное, если он будет брать простые кейсы из саппорта, а он, кажется, есть во всех продакшн-системах за период испытательного, то это поможет ему освоить систему и посмотреть на неё с самых разных сторон. Потому что с точки зрения саппорта обычно бомбит по чуть-чуть в каждом условном модуле или части вашей системы. Ещё один забавный бонус от периода испытательного срока это проверка документации на прочность. Взгляд со стороны, а что вообще можно понять по той документации, которая у вас есть. Зачастую ничего или немного. Интересный кейс в том, что один из моих коллег, который сегодня должен быть здесь, когда он отработал свой испытательный срок, он написал очень клёвую немножко обидную статью, в том смысле, что мы поняли, что мы косячим и мы не донесли ему данных. Он назвал её «Чтобы я рассказал себе три месяца назад». То есть, разобравшись самостоятельно, он сформировал такой артефакт в Confluence, где описал, чего именно ему не хватало всё это время, чтобы действительно мягонько вкатиться в проект, понять основные принципы его работы и как-то эффективнее анбордиться. Так что проверку на прочность наша документация в этом кейсе, к сожалению, не прошла. Так вот, к чему, собственно, вся эта конструкция? Моя теория в том, что если человек пришёл и сначала понял, что это за бизнес и зачем всё это делается, приобрёл правильную мотивацию, затем он посмотрел на заказчика и получил, например, таск, который действительно кому-то нужен, если он смог пощупать самостоятельно продукты, посмотреть, как он работает, после чего уже начал делать задачки, освоил все основные инструменты и технику и процессы, получил какой-то фидбэк и от бизнеса, и от команды, и от темлида, если у него была поддержка при помощи того же самого бадди, регулярных встреч, и не было периода в какой-то долгой неопределённости, смог показать свои сильные стороны и сам в итоге сделал выводы о том, насколько ему комфортно и хочет ли он оставаться, то можно будет считать, что он действительно в рамках этой конкретной компании сложился, и его дальнейшая адаптация пройдёт достаточно мягко. На мой взгляд, от первых недель и месяцев, в которой работает человек, зависит слишком-слишком многое, чтобы не инвестировать в это как можно больше. Да, команда проседает в производительности, когда приходит новый человек, но это может окупиться в дальнейшем, потому что именно эти первые месяцы предупределяют то, каким разработчиком или IT-специалистом любого другого плана человек в итоге станет. он поймёт, как здесь принято, и в дальнейшем неизбежно будет в какой-то мере костенеть, вставать на рельсы каких-то процессов, и если правильные примеры и подходы были показаны с самого старта, то есть шанс, что он будет максимально полезен и останется как можно дольше в дальнейшем. Такова моя теория, и на этом этапе я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Александр. Прежде чем перейдём к вопросам традиционно наши сувениры от конференции. Спасибо. Стакан и подстаканник. Люблю рамочки. Ребят, у нас есть достаточно времени для ваших вопросов. Я напоминаю, что Александр должен будет выбрать один, который по его мнению окажется лучшим, и тот человек, который его задал, получит от нас книжку. Вперёд, поднимаем руки, спрашиваем ваши вопросы. Привет, спасибо за доклад. Слушай, по опыту или по статистике, даже как много новичков, джунов в итоге всё-таки не проходит испытательный, и как вы на это реагируете, насколько это норм или считается эпик фейлом того, кто нанимал. Спасибо за вопрос. История следующая. Прохождение испытательного срока в действительности очень сильно зависит от того, насколько конкретный хайринг-менеджер или команда компетентна в вопросе. Потому что у нас были истории, когда человек гениально продал себя в период собеседования первого-второго и показал себя совсем иначе впоследствии. И нам пришлось решать, готовы мы дальше с этим работать или нет. Оказался не тем, кем мы рассчитывали, мы были обмануты. Были кейсы негативного плана, когда мы нанимали людей и понимали, что они не подходят на свой грейд категорически. То есть как-то так вышло, что человек, может быть, он заранее знал наши задачки. Я думаю, что задачки, которые Ламода дает на своих собеседованиях, уже вообще известны практически каждому. Может быть, как-то еще он пролез, мы пропустили, поставили его на определенную должность, которую он не затащил. Эпизодов с тем, что мы, скажем, говорим человеку «Нет, твой грейд ниже или он другой», их было мало. Это кейсы жестко негативные, потому что люди после этого в компании не задерживаются. И мы для себя стараемся потом провести постмортем совместно со всеми хайринг-менеджерами, тем лидами, руководителями отделов, чтобы понять, что мы упустили и что нам нужно скорректировать в процессе найма. То есть мы модифицируем чек-листы, которые у нас есть, скрининги, характер задачек, которые мы даем и так далее. То есть если говорить о каком-то проценте, ну команда, за которую я отвечал порядка двух с половиной лет, там не было никого, кто не прошел бы испытательный. Я не назову конкретный процент, потому что не пробовал считать, но кейсы непрохождения это штуки в год. То есть если мы нанимаем за год, скажем, десятки людей под сотню, например, там есть определенная ротация, то из тех, кто не прошел, вот мне известно, там за прошлый год порядка трех-четырех человек. По разным причинам. То есть это могли быть джуны, которых оказалось слишком сложно в итоге обучать, и мы расстались, либо это было несоответствие с должностью, когда мы пробовали нанимать тем ледов снаружи. Это отдельная, очень болезненная штука и повод для отдельного разговора, пожалуй. Окей, а вот еще те, кто прошли испытательный и потом отваливались, такого тоже не было. Потом это через сколько? В течение полугода. В течение полугода, ну на вскидку, пожалуй, нет. То есть у нас сейчас становится больше кейсов скорее горизонтального перемещения. То есть есть ситуации, когда человек понял, что ему не близка конкретная технология, бизнес, что-то еще, и мы смотрим, можем ли мы его перевести в другую команду. Но так, чтобы человек прошел испытательно и сам решил остаться, а потом что-то пошло не так, это какие-то узкие совершенно кейсы, то есть вот так в голову сходу не приходит. Спасибо. Спасибо за доклад. Очень интересно и достаточно подробно. У меня вопрос, вот было постановлено практика то, что ежедневно с утра вопросы QA, то есть за день человек их копит и потом на следующий день спрашивает. А были ли такие случаи, когда человек просто попал в ступор, потому что у него есть вопрос, у него нет ответа, он вообще не знает, что делать дальше, его спросить нельзя, потому что только на следующий день. То есть вот как подобные случаи развивались? Основной идеей вот этой истории с ежедневными QA и секциями была мысль с тем, как разгрузить и сфокусировать общение нового человека именно с темлидом. В те периоды, когда темлида нет, он недоступен, а у человека возник какой-то ступорный вопрос, в идеале он обращается к Бадди. То есть сейчас у нас конкретно по тому направлению, которым я занимаюсь, в каждой команде у новичка Бадди есть. И он сможет эту информацию достать. Как правило, Бадди, так как это кто-то из разработки, он может быть менее опытным, иметь меньшую экспертизу, но пока не было кейсов, что вообще никак он не смог помочь, соответственно, человеку. Поэтому эта история больше про разгрузку темлида. Спасибо, еще вопросы? Здравствуйте, спасибо за доклад. Такой вопрос. Я так понимаю, то, что надо давать новичку некоторого ментора или, как вы называете, Бадди. Сколько примерно для большего эффекта и хорошего обучения нового человека в команде ментору нужно тратить на него времени в день? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы не пробовали измерять, потому что это измерение такой немножко конь в вакууме. То есть, периодически меня спрашивают, типа, а вот у нас бизнес не готов вообще тратить время не то, что на анбординг, а на написание тестов. Типа, каким образом нам в каких-то рублях обосновать вот эту историю? Мы пробуем рассказывать это на уровне метафизики, что смотрите, если мы сейчас тратим усилия на анбординг этого человека, он быстрее разберется в специфике бизнеса и устройстве проекта и быстрее начнет тебе, зараза, бизнес, приносить какой-то value. Это звучит логично, бизнес с этим склонен соглашаться. Если говорить о каких-то реалиях, то на первых порах полтора-два часа в день от бадди съедается вообще легко. То есть, это прям сильно может фатчить итерацию, если вы ее тщательно планируете и рассматриваете в часах. Но со временем можно на самом деле трекать этот процент времени, он довольно стремительно снижается. То есть, самый болезненный период это первый месяц. Александр, здравствуйте, у меня вопрос. Смотрите, вот прием, анбординг, обучение, да, сотрудников. Вот какова роль HR в этом процессе или да? То есть, что у вас делают HR, может быть, есть какая-то школа обучения внутри предприятия, и что делает лид, ну или бадди? То есть, как нагрузка делится? По поводу разделения нагрузки. На тем лиде, безусловно, лежат активности, связанные с тем, чтобы рассказать про процессы внутри команды и про то, что связано с основными должностными обязанностями. То есть, это все те моменты, в которых HR в силу своих, соответственно, обязанностей, и, как правило, не понимает, не разбирается глубоко. То есть, это зона темлида, все, что на стороне проекта, процессов, команды. В свою очередь, рекрутмент в течение, как минимум, там, первых примерно полутора месяцев регулярно встречается, даже независимо от бадди, с новым сотрудником. Как правило, это делает тот хайринг-менеджер на стороне HR, тот IT-рекрутер, который его, собственно, и там собеседовал, и оформлял. И он снимает с него в неформальном таком режиме обратную связь по поводу того, насколько все хорошо. Естественно, есть каналы коммуникации с темлидами, то есть, темлид, в принципе, получает фидбэк. Допустим, бывает так, что человеку не хватает, скажем, персонал-митингов. То есть, до него эта информация может долететь. Если человек сам не решается ее принести в темлида, сказать, чувак, что-то как-то мы мало общаемся, то иногда это делает рекрутмент, потому что в фоне они трекают эту историю, либо общаются через бадди. То есть, их зона ответственности это вовлечь человека в разные неформальные мероприятия, какие-нибудь игры в мафию, там, спикерс-клаб, в общем, любые штуки, которые не про основные должностные обязанности, оказать ему какую-то поддержку, заодно еще дополнительно поскринить его после трудоустройства на какие-то моменты, там, особенности его софт-скиллов и каких-то проблем. И если что-то идет не так, соответственно, вовремя сообщить об этом в команду, чтобы человек получил всю необходимую поддержку. Александр, спасибо за доклад. У меня вопрос такой. А у вас бывали случаи, что хороший исполнитель внезапно становится темлидом? Кто в таких случаях менторит темлидов? Спасибо. Ну вот, например, таким чуваком был я. Как-то так получилось, что, ну, классическая история, когда из неплохих синеров делают отвратительных менеджеров, темлидов и так далее, эта история дефолтная. Бывает так, что у нас медлы становятся темлидами и так далее. То есть человек вываливается в новую для себя должность, новыми обязанностями и становится проблемой. Иерархия примерно следующая. Есть разработчики разных грейдов, у них есть темлид, у темлида есть, когда-то мы называли это групп лид, сейчас это, по сути, руководитель отдела. То есть в данном случае я, например, руководитель направления. У меня есть три команды, три темлида. И за их адаптацию, развитие, трекинг того, что происходит у них и как они проходят перформанс ревью, отвечаю я. Это если говорить про непосредственную, кто кому репортит. С точки зрения процесса какого-то анбординга, здесь подключаются, во-первых, другие темлиды, и у нас есть такие факультативные встречки типа темлид-толкс, где темлиды собираются, если есть какая-то агенда, раз в неделю, и рассказывают о своих болях. Типа я не могу заставить людей приходить вовремя на стендапы. Или там у меня ни хрена не получается в код ревью, потому что я кода не видел месяц. Ну в общем, любые абсолютно топики, какими бы они казались стыдными или проблемными, там обсуждаются. Плюс сейчас, и вот недалеко в четверг будет уже четвертый этап, есть курс темлидов внутренний, который был разработан внутри компании совместно с Деврелом и сотрудниками отдела обучения, и там со старта формата о чем мне делать как темлиду, и дальше по модулям, то есть обратная связь, перформанс ревью, коммуникации, проведение персонал-мидингов и так далее, все эти истории там рассматриваются. И те, кто стал недавно темлидом, на соответственно очередную волну этого курса максимально оперативно записываются и посещают. Их время планируется в этом. То есть у них анбординг свой. Спасибо, спасибо. У нас еще есть время на 2-3 вопроса, я думаю. Так что придумывайте. Александр, привет. Меня тоже Александр зовут. У меня вопрос про, наверное, гиперответственных сотрудников, которые со своей большой нагрузкой на этапе анбординга еще хотят себя показать, как это берут проект, начинают его тащить, начинают перерабатывать. Как в таком случае вы поступаете, когда видите, что сотрудник просто там перерабатывает, какую обратную связь вы ему даете? То есть вопрос про обратную связь к тому человеку, который уже работает в компании, у него есть текущие проекты и в него не влезает участие в БАДе. Это имеется в виду? Про нового сотрудника? Да, это вопрос именно про нового сотрудника, который хочет себя показать. Ну, возможно, вот про того сеньора, который у него сейчас этап анбординга, у него куча встреч, но он еще хочет затащить какой-то проект, показать себя таким образом. Да, спасибо. На самом деле несколько кейсов. Во-первых, я делал себе там, есть гитлин, есть куча разных решений, я себе делал накостыльные решения, как правило, когда люди выходят на работу, на позицию именно программистов, я трекаю историю с количеством коммитов и комментариев во внерабочее время. Были кейсы, когда человек приходит в компанию, он нифига не успевает, потому что слишком много всего разом и про бизнес, про технику, про людей, и он потом сидит до 10 вечера и пытается разобраться, как же этот чертов x-дебаг завести. Такое действительно бывает, и если в первые несколько недель на это можно закрывать глаза и списывать на то, что это его личная инициатива, то потом это уже может трансформироваться в стресс, что он чего-то не успевает. И эта история в итоге лечится комбо. То есть, с одной стороны, мы стараемся декомпозировать задачки максимально жестко, чтобы они не были на ни в коем случае не больше двух дней, чтобы ощущение того, что есть прогресс, было на постоянной основе. Даже если это одна фича, побитая на отдельные атомарные задачки, то все равно есть чувство, что сделал, отдал, сделал, отдал. То есть, есть ощущение какого-то успеха, что он куда-то движется. Фокусирование на каком-то одном таске тоже, соответственно, прием с тем, чтобы не висело несколько одновременно. Потому что частая проблема бывает, когда дают новым сотрудникам кучу мелких задач, из них потом половина всыпается в нитфиксинг с этапа кодревью, и человек оказывается в ворохе этих задачек и так далее. Лучше он посидит без всего и посмотрит наши видеодоклады в свободное время, чем у него будет море задач, в которых он потонет. То есть, в итоге, это мелкие задачи, фокус на чем-то конкретном, и постоянный трекинг вот этого самого чек-листа с тем, что он действительно куда-то движется. Это постепенно расслабляет и позволяет не щемиться куда-то там глубоко во внерабочее время и не перерабатывать. Большинство кейсов успешно лечились вот такой комбинацией. Спасибо. И последний вопрос. Привет. Спасибо за доклад. У меня вопрос вот какой. Ты, с одной стороны, говорил про то, что про связь анбординга и испытательного срока, с другой стороны, говорил про чек-лист. Мой вопрос, сколько идет анбординг для разных сотрудников. То есть, условно, кто-то может быстро пройти чек-лист, а кто-то может долго идти чек-лист. Как вы определяете для разных сотрудников длительность анбординга и как вы это вообще увязываете с испытательным сроком и зачем, если вы это делаете? По поводу зачем вопрос, мне кажется, философский. Ну, то есть, чек-лист в целом формируется, исходя из того, чтобы человек 50% времени, которого мы запланировали, успевал делать какие-то рядовые вялотекущие задачки плюс свои какие-то таски на испытательные. Его чек-лист, как правило, довольно объемный, он по-любому не может быть выполнен быстрее, чем за месяц с чем-то. Там могут быть для разных сотрудников какие-то активности вплоть до подключения к дежурству, релиз-менеджменту и каким-то таким вещам. Для тех же там тим-лидов или тех-лидов это практикуется. И суть в том, что если он очень быстро закрыл свой чек-лист, то с одной стороны это может быть сигналом к тому, что можно досрочно закрыть испытательный, но на мой взгляд это пагубная практика и в этом случае мы стараемся человека челленджить и относиться к этому так. Окей, кажется, мы тебя недооценили, ты можешь больше. Вот тебе таск, который кажется сложнее, чем все здесь было, который точно будет для тебя вызовом. Посмотрим, как ты справишься с ним. И это уже за пределами в любом случае этого чек-листа. Мы не обязываем его этот новый таск выполнить в рамках испытательного, потому что мы об этом не договаривались. Соблюдение договоренностей в рамках испытательного это тоже важный кейс, потому что это позволяет мне погружать человека в состояние стресса. То есть дальше просто набрасываем сверху и смотрим, с чем он справится. Может получиться кейс, что мы действительно его недооценили, но если он согласен с текущими условиями финансово и так далее, то мы просто рассмотрим на следующий перформанс-реви вопрос о его повышении, например. То есть откалибруемся. А не получается ли, что для сотрудников получается разный по сложности онбординг? Кому-то вы вот так накидываете задачи, накидываете, и он же делает совершенно не то, что вы думали на старте, а кто-то вот с трудом доходит все, что вы напланировали, и как вы их тогда по-разному оцениваете? Первый совсем молодец, а второй чуть-чуть молодец. Я думаю, что не стоит сравнивать. Человек нанимается на конкретный грейд, от этого грейда есть ожидания. То есть мы понимаем, что, скажем, если это пришел синер, и мы дадим ему техническую задачку, то он, скорее всего, должен с ней оперативно разобраться и с минимальными замечаниями на этапах реви и тестирования довести ее до продакшена. И мы смотрим, работает это или нет, если нет, то почему и как это можно скорректировать, есть ли какие-то несоответствия. То есть мы не сравниваем, что мы давали одинаковые задачи одному и второму и не справились по-разному. Задачки трудно матчить друг с другом, потому что задачи мы даем реальные, которые действительно кому-то нужны. В них есть разная сложность. То есть конкретно в одной команде мы оцениваем в часах и как-то сматчить одну задачу с другой довольно сложно. Плюс у человека есть своя специфика по познаниям техстека. Кому-то мы действительно дали на испытательном залезть с головой в кубернет и затащить нашу кейс-реду в него, а другой человек пришел, у него нет этой экспертизы. Мы ему придумываем что-то совсем другое и уже смотрим на эту историю. По сути, каждый человек адаптируется индивидуально, потому что он является собой уникальный сплав софт-скиллов и экспертизы. Тут нет прям решения, которое было бы универсально для всех. Спасибо за вопросы. Саш, выбери, пожалуйста, лучше на этот взгляд. Мне понравился вопрос вот от молодого человека здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!